шалом дорогие друзья мы продолжаем серию лекций предвещавших или поясняющих послание к евреям а эти лекции или эти уроки я решил сделать чтобы подготовить вас и пояснить какие-то концепты чтобы легче было понять потом текст который мы будем читать из послания к евреям я напомню вам в нескольких словах что мы учили на прошлом уроке во первых я вам рассказал что вопрос широкий кто написал это послание кому его написали явно евреям по всей видимости жившим в александрии принявшим мессианство и шума хотя это послание вполне может быть применимо ко всем тем евреям которые жили по всему эры цесраэль и россию которые были хорошо знакомы с терминологией первосвященник жертва искупитель ханове высокий пророк великий пророк которые знали нюансы того что произошло в те времена и я говорил что есть большое мне многом люди склоняются к такому мнению что именно лука который был возлюбленный доктор по писанию и как некоторые шутят если он был доктором то явно был евреем шутка конечно но что он являлся автором этого послания вопрос который не изменяет ничего мы просто изучаем писание что мы еще учили прошлый раз из недельного чтения шов тим я пояснял что в еврейском ожидании мессия он будет тот который будет обладать четырьмя разными помазаниями для того чтобы являть господне присутствие на земле а из книги исход мы научили что господь сказал я буду присутствовать посреди народа израилева если вы не сделаете мигдаш святилище и будете слушаться ходить моими путями то через четыре кроме духовного сверхъестественного непонятного человеку пути я с вами буду говорить и другим образом я истолковывал слово мишкан мем мелых царь шин это шофет или судья кав это коген или первосвященник священник и нун это неви или пророк через четыре вот этих вот служения я господь говорит буду влиять на народ и через народ также на другие народы чтобы была гармония мы учили этот момент и мы учили что все эти четыре титула должны быть присущи машеху когда пришел еще два из этих титулов стопроцентно осуществились его жизни он сам и другие называли его пророк как маше если не будете слушать этого пророка ваша душа и карет твоя душа и карет будет вычеркнута из народа израилева и как коген и послание к евреям и другие места описания в новом завете показывает что он ходатай первосвященник ставший в позицию ха ходатая особенного ходатая больше чем любые человеческие ходатай а вот позиция царя и судьи теоретически естественно она принадлежит ешуа но практически она еще не существилась осуществится когда он вернется свое пришествие и будет царем на земле израиля чтобы устанавливать свою царскую власть и чтобы судить народы и людей в соответствии с их делами это мы учили на прошлой неделе а сегодня мы продолжим изучать и тема нашего и тема нашего разговора она будет называться мишкан мишкан давид скиния давидова скиния давида это опять таки связано с кого словом мишкан которое я уже пояснил но здесь через скинию давидова которые эти упоминания мы встречаем здесь и там в деяниях апостолов 15 глава книги амоса в при жизни самого царя давида поговорим в этом чуть позднее но почему нам важно понять этот момент скиния давида потому что там мы начинаем понимать всю грандиозность того служения которое вручено и ишуа и которая в определенной мере вручено каждому из нас и как говорит деяние 15 глава ишуа став первосвященником этой великой скинии там в деяниях скинии давидова в евреях она названа небесной скинии а мы священники царственное священство разделено на две группы людей евреев верующих в ешуа и неевреев верующих в ешуа и вот мы хотим сейчас пройти вместе этот момент чтобы понять его чуть побольше но я должен начать с логического начала чтобы всем вам было немножко проще понимать и следить по тексту об этом рассуждении и так скиния давида смотрите то что я даю вам не есть тура сходящая с небес это мое индивидуальное понимание если вы будете писать нам в обратную связь свои мысли пожелания идеи свои размышления то все это здорово и я вас приглашаю это делать итак я хочу начать с времени которое называется в писаниях темные времена человечества именно после вавилонского строительства в книге 10 бытия написано что от ноя произошли сим хам в яфет от них всех вместе 70 человек представлены в 10 главе которые являют из себя родоначальниками семидесяти народов которые стали коренными народами для всех тех тысяч народов и народностей которые сегодня существуют на земле и в девятом стихе упоминается имя нимрода он был сильный зверолов пред господом и по всей видимости этот человек так говорят предания не только иудейские но и шумерские разные другие предания говорят что нимрод по всей видимости стал тем лидером строительства вавилонской башни целью которая была построить человеку имя против бога то есть ты господь там бог а мы здесь тоже господа большие примерно такая идея и написано в одиннадцатой главе что сошел господь посмотреть 5 стих увидел что они садил сказал никто им не помешает даже ангелы не помешают им написано сошел и сам смешал им языки сделал людей племена разные группы разные не понимающие друг друга результатом этого случился определенный хаос это как сегодня бы нарушила связь между всеми интернет связывающими сетями и как результат был бы большой хаос вот тогда такой хаос дисгармония наступила в человечестве тогда родились из вавилона две величайшие идолопоклонческие схемы которые до сегодняшнего дня работают и через них люди служат идолам некоторые некоторые служат в понимании религиозном некоторые просто по светской жизни не понимая что они делают именно тогда в вавилоне родилась поклонение валу бога в солнце которая потом выражалась в человеческих жертвоприношениях сегодня этим можно обозвать все эти аборты которые сделаны которые убивают нерожденных младенцев или разные другие вещи которые убивают человека стерилизация не знаю что каждый по-разному смотрит на этот момент с другой стороны именно в те времена родилась поклонение богини небес небесной царицы точнее и потом этим титулом награждались такие идолы как аштор и иштар ашторы астарта то что называлось культ плодородия суть которого сводилась к оргиям сексуальным и и сегодня в нерелигиозном обществе это выражается разными развратами и вы сами знаете о чем я говорю то есть все до сих пор осталось но в те времена тьма покрыла землю люди не понимающие друг друга злые на творца поклоняющиеся идолам тьма посреди этой тьмы господь призывает авраама и говорит авраам пойди со мною если будешь со мною то ты и народ который произойдет от тебя будут особенными в моих руках инструментами исправить все но вы будете особенными именно тогда выходит вот такое выражение амсгула люди взятые в удел богом то есть особо приближенные к нему для них многие аспекты текут иначе не так как для всех остальных людей которые находятся под сенью вавилона наверно в этом выражается до сегодняшнего дня определенный эффект божьей верности и божьих отношений и каких-то непонятных вещей которые случаются с еврейским народом говорю как представители еврейского народа но без всяких похвал это господ делать не мы делаем когда-то бисмарк хотел доказательство существования бога один из советников сказал ему посмотрите евреи рассеянные по всей земле все равно сохраняются как народ со своей индивидуальностью через больше чем сто лет с того момента как с бисмарком говорили на эту тему смотрите что существует израиль развит и прочее 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 и так авраам его отношения с богом растущие отношения с богом пик этих отношений приходится к 22 главе бытия когда господь просит у авраама принести в жертву ицхака в те времена это было распространенный обычай у язычников но для божьих людей как такое могло быть написано искушал испытывал бог авраама проверял его и суть этой проверки стало обращение к богу бога к аврааму в 16 главе 22 книги бытия и вот здесь очень таинственный текст я много лет уже размышляю над этим текстом и мне тяжело вообще воспринять его и понять его я только понимаю его как факт случившийся изменивший всю историю земли написано и сказал возвал к авраам ангел господин с неба во первых тут важно понять что ангел господин представляет творца творец невидим живет нерукотворном царстве он над всем перед всем он больше всего непонятно увидеть его человек не может умрет написано в этом писании и ангел представляющего бога по сути несет информацию аврааму ту же которую бы он получил непосредственно связаться говоря с творцом но мы знаем еврейское выражение что посланный равен пославшему ему то есть в данном случае ангел господин выражает творца и вот слова мною клянусь говорит господь то есть богат я собою клянусь тебе вообще непонятно все ангелы херовимы серуфимы все начальство власти мироздания которые существуют в мире о чем мы очень мало знаем все это пыль перед творцом каждый из этих небесных небожителей по сравнению с людьми это духовные великаны по всей видимости и вот тот который над всеми ними клянется аврааму до хватило бы просто обещание но он клянется невероятный концепт просто поместить по папа размышляйте об этом клялся творец авраама и сказал если ты будешь со мною и вот будешь продолжать то что начал за то что не пожалел сына своего то я благословляю благословлю тебя то есть в твоей жизни случится как бы умноженное благословение ты мой в этом самое большое благословение благословение никогда тебе дарят мерседес мерседес в конечном итоге сгниет и ты его выбросишь но где сердце ваше там и вы я буду с вами вы будете со мной амсгула закрыты со мною я умножу семя твое как звезды небесные имеется в виду вы будете в том оригинальном призвание которое когда-то адам потерял как звезды небесные потом такое же выражение случается у пророка даниила мудрые будут как звезды на небосклоне то есть в какой-то особенной позиции он говорит все семя твое будет вот там и как песок на берегу моря то есть ты распространишься среди народов и овладеет семя твое городами врагов твоих город первый город строил каин то есть город город в языке священных писаний символизирует как бы что-то не от бога как структуру это не значит не дай бы не подумайте что я говорю что какие-то города они не от бога нет но в данном выражении города города врагов это все что против бога твое семя превозможет все это и благословятся всеми не твоим все народы земли и то есть через твой народ одно из толкований священных писаний а другое в семени как говорится об одном через твоего потомка мы понимаем говорится про ешуа амашеха и вот аврааму бог говорит твой народ будет амсгула моими детьми потом когда откровение начинает продвигаться вперед и мы уже в египте народ разросся 12 колен их уже там сотни тысяч и выход из египта смоше 600 тысяч взрослых по-разному понимают это местописание разные историки и люди некоторые говорят что 600 тысяч это тысяча не в паре не в смысле тысяча единица тыс 100 там 900 999 тысяча тысяча один тысяча два не в этом понятии а 600 семейств то есть это сильно понижает количество вышедших из египта есть такое тоже мнение что их было числом примерно тридцать тысяч а может быть и больше некоторые говорят три миллиона по-разному не так важно этим людям через моисея господь говорит следующие слова я читаю девятнадцатая глава он говорит и так 5 стих если вы будете слушаться глаза моего соблюдать завет мой то будете моим уделом из всех народов ибо моя земля а вы будете у меня царством священников и народом святым вот слова которые должен сказать нам израилевым господь говорит мало того что вы мои вы еще станете царством священников что-то священников что такое царство священников что это значит то есть бог дает 12 коленом каждому колену призыв призвание способность возможность представлять творца на земле и представлять народы творцу то что потом делал аарон и его семья куга ними левиты здесь была всему народу предоставлена потрясающая возможность стать священниками 12 коленом огромное количество людей здесь быть твоему народу по сути не ограничивается только мужчинами это все какая-то непонятная связь нечто ненормальное особенное ну мы читаем когда позднее про аарона мы что-то представляем он был как бы вхож в присутствие господа чуть ли не моментально но мы знаем историю которая описана в книге исход муж и поднимается на гору на 40 дней получать продолжение торы в это время народ строить себе золотого тельца поклоняются наказание из 12 колен только левий остается верным и как результат не 12 колен священники а только один одни левиты одно колено то есть программа максимум не совершается программа минимум и вот в этой программе господь говорит муж и возьми бицалеля веселил по-русски постройте скинию место где мое присутствие будет скини называется скиния моисея скиния в пустыне там был ограда двор умывальник жертвенник потом заходили в первую палатку и там стояла светильники и хлебоприложения и следующий был арон то есть ковчег завета в котором лежали скрижали позднее лежала скипетр моше и сосуд с манной и скипетра арона я прошу и сосуд с манной и вот это вот конструкция мешкан муше или скиния моисея она работала все время пока народ был в пустыне после пустыни народ входит в обитованную землю и устанавливают эту же самую скиню в шило сегодня это территория самарии и это рядом с палестинской автономии там недалеко поселение и раньше в те времена это было место которое было дано и фра ему это было место колено и фра ему почему именно и фра ему есть много разных мыслей моя такая мысль скромный фраем представляла себя израиль 10 колен а иуда представлял двух иуда и беньямин леви как был между коленами и вот как бы присутствие должно было быть у эфраима чтобы израиль получал дополнительное благословение присутствия господнего в этом месте мешкан муше скиния моисея простояла примерно 300 лет то есть только подумайте что 300 лет я даже не уверен что такая страна как соединенные штаты америки существует больше чем 300 лет на сегодняшний день а скиния в те времена простояла 300 лет то есть место божественного присутствия если вы посетите это место она особенная там она она находится не на высоте она как бы внизу а горы как амфитеатр вокруг то есть люди собирались там и сверху наблюдали как священники действуют во время праздников это было место особенное скиния муше так работала но вот приходит к власти царь давид мы идем по периодам вавилон авраам муше и вот мы уже там где давид давид был особенным человеком здесь я хочу сделать несколько отступлений от библейского повествования в еврейском народе про давида говорят много и по-разному давид назван особенным человеком и вот такой допустим мидраж есть что когда адам согрешил и он должен был быть выставлен из пределов эдемского сада он обратился к богу с просьбой покажи мне все поколения я хочу видеть всех моих потомков и мы все дети адама то есть он как бы тогда не как мы голова а нечто особенное и он видит всех и еврейский мидраж рассказывает как вспышка он увидел давида и спросил творца кто это он год это дави твой потомок очень особенный человек и адам спрашивает а почему я вижу его как вспышку и господь говорит потому что ему суждено прожить один день родиться и умрет в тот же день и я дам говорит ты знаешь господь я согрешил я наказан ты дал мне тысячу лет вне эдема и потом я умру но я очень хочу чтобы этот человек жил поэтому возьмет мои 1070 мы знаем что адам прожил 930 а давид 70 лет мы не знаем насколько все это правдиво я просто хотел показать вам что имя давида оно всегда необычно популярно в среде еврейского народа вокруг этого есть много всяких разговоров хотя некоторые критики не наши еврейские другие говорят что царь давид был никто то есть это был царек маленького племени который воевал тут на ближнем востоке с разными другими и по сравнению с царями египта или вавилона он был ничто и никто вы знаете это мнение по-человечески тоже достойно рассмотрение возможно цари вавилона были намного более могущественные и загородный дом любого из этих царей возможно был больше всего строения в иерусалиме но после тысяч лет никто не помнит имен даже этих царей а про царя давида говорят и иудеи и христиане и мусульмане да и вообще в мире как бы есть такое понятие царь давид люди занимающие историей архитектурой скульптуры все знают про царя давида а про тех великих в кавычках царей все забыли царь давид особенная личность грешил тоже но был что-то в нем особенное когда он приближался к господу и ничто не могло украсть вот этого единения он стал прообразом машиаха еще один мидраж так для связки имя адам алиф далит мем на алиф адам далит давид мем машиах то есть еврейской традиции путь от адама к искупителю мессии всегда проходит через давида ну и мы видим новый завет очень четко придерживаться придерживается этой вот концепции но мы хотели говорить про мешкан давида и здесь вот сейчас мы приходим к новой теме мешкан давида мы дошли до сеть с этого момента сейчас я вам продолжу рассказывать потому что так и и и и Субтитры подогнал «Симон»